Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша встреча сегодня посвящена воинскому учету. Наши контакты вы видите на экране, телефоны, адрес электронной почты, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине показалось неудобным время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то некоторое время спустя мы выкладываем запись вебинара на сайты и вы можете посмотреть. Заодно может быть еще какая-то информация вас заинтересует. Весья сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Итак, начинаем. Сегодняшняя наша встреча будет происходить в таком режиме. Мы с вами нормативные материалы будем смотреть по слайдам, то есть вот здесь. И будем переключаться на демо базы. Вот таким образом. Сейчас я переключусь. Будем переключаться на демо базы 1С ERP и 1С зарплаты и управления персоналом. То есть мы будем, так сказать, на практике смотреть то, о чем поговорили только что, скажем так, в теории. И, соответственно, после этого будем снова переключаться на наши слайдики. Сейчас мы это сделаем. И говорить про воинский учет. Воинский учет на самом деле тема не новая. Про него уже практически второй год говорят достаточно много. Достаточно подробно освещают разных информативных информационных программах. Но, собственно говоря, в общем-то основной лейтмотив это огромные штрафы, которые назначены за нарушение ведения правил воинского учета. Ну и, соответственно, поскольку воинский учет не зависит от каких-то налоговых или бухгалтерских подробностей, то ему не уделялось особо многого внимания до тех пор, пока не возникли вот эти штрафные санкции, которые не просто там в один-два раза повышены, а, в общем-то, многократно. Ну, сейчас обо всем по порядку. То есть мы поговорим про локальные акты, которые нужно сделать, потому что и в 1С, и в 1С-ЕРП, и в 1С-ЗУП необходимо для ведения воинского учета выполнить активизацию дополнительных функциональных опций. Поговорим про отчеты, то есть каким образом отражаются в отчетах, собственно, как должно быть построено взаимодействие с инкоматами, кто на предприятии должен отражать кадровые движения и ведения воинского учета, ну и поговорим немножко там о дополнительных сервисах и обо всем, что вокруг этого связано. Немножко истории. То есть на самом деле в настоящее время правонарушением, которые связаны с воинским учетом, посвящена целая глава административного кодекса. 21 глава административного кодекса Российской Федерации. То есть предусмотрены штрафы, которые заплатят и должностные лица организации, и организация. И, собственно говоря, эти штрафы связаны еще и с тем, что 14 апреля 2023 года подписан закон о цифровизации воинского учета. То есть вы все знаете, что теперь электронные повестки призывникам приходят и так далее. То есть воинскому учету стало уделяться достаточно пристальное внимание. Организация обязана вести воинский учет все без исключения. И если работники, которые на предприятии трудятся, если с ними заключен хоть один договор с военнообязанным и с призывником. То есть если у вас работают одни девочки, и эти девочки не имеют воинской специальности, то это не значит, что вы не должны вести воинский учет. Сейчас трактуется достаточно конкретно, что воинский учет должен вестись во всех предприятиях. И, собственно говоря, если у вас нет тех, кто подлежит воинскому учету, то и хорошо. А если есть, то вы должны соблюдать все правила, которые при приеме военнообязанных соблюдаются. Воинскому учету подлежат призывники и военнообязанные. В чем разница? То есть призывники – это мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Этот возраст повысили. То есть в прошлом году еще было до 27 лет. Которые стоят на воинском учете и не пребывают в запасе. А военнообязанные – здесь целый список, кто относится к военнообязанным. Ну, как вы видите, вот мужчины, которые пребывают в запасе. Граждане, которые не проходили военную службу, поскольку по каким-либо причинам были освобождены от призыва. Граждане в возрасте 30 лет, до 24 года было 27 лет, которые не проходили военную службу, так как по каким-то параметрам получали отсрочки или по каким-то другим причинам не проходили службу в армии. Женщины, которые имеют военно-учетные специальности. Эти специальности есть приложение номер один к положению о воинском учете, где перечислены воинские учетные специальности. То есть, например, это связисты, медики и так далее. Потом это окончившие военные кафедры, то есть, это те, кто учился в высшем учебном заведении, у которого была военная кафедра, ну и так далее. То есть, вот вы видите на экране перечисление всех, кто попадает в категорию военнообязанным. Здесь есть одна тонкость. Военнообязанные, если касается, если разговор касается индивидуальных предпринимателей, то теоретически они не попадают в этот список. Но практически, скажем так, военкоматы с этим не согласны. Практически регулярно возникают конфликтные ситуации, когда эпистов требуют соблюдения правил воинского учета. Кроме того, поскольку сейчас достаточно бурно развивается удаленная работа и совместители, то и удаленщики, то есть дистанционные работники попадают под требования воинского учета, и совместители, и сезонные работники, и те, кто неполную трудовой неделю, неполную ставку, например, работает. Вы видите здесь нормативные документы, которые, в общем-то, регулируют положение воинского учета. Но, в общем, естественно, в основном мы ориентируемся на статьи федеральных законов и на постановления правительства. Тем не менее, в общем-то, достаточно много сейчас уже нормативных регулировок, и их надо иметь в виду. На самом деле, ведение воинского учета сложности особо и не представляет. И достаточно, если вы используете программу, достаточно легко ведется в конфигурациях и зарплата управления персоналом и в ERP. Поскольку в ЗУПе у нас практически тот же функционал, что и в ERP, то есть в ERP используется ЗУП-ПРОФ, то, соответственно, и ведение воинского учета у нас достаточно похоже. Разница только в разной компоновке функциональных опций. Сейчас мы с вами посмотрим, поговорим еще немножко о теории и посмотрим немножко на практике, как это выглядит. Как я уже говорила, призывной возраст у нас в этом году повышен до 30 лет. И, собственно говоря, теперь призывники у нас от 18 до 30 лет. И, кроме этого, повышен возраст тех, кто может быть направлен на альтернативную службу, то есть тоже до 30 лет. И отсрочка IT-специалистам, если организация имеет аккредитацию, тоже предоставляется до 30 лет. И повышен предельный возраст солдат, матросов, которые пребывают в запасе. И, как вы видите, с 35 до 40 лет повышен возраст для первого разряда, и для второго с 45 до 50 лет. А для третьего разряда с 50 до 55 лет. Это все, так сказать, теоретическая база для ведения воинского учета. Собственно говоря, ведение воинского учета не было бы таким, ну, скажем, занимательным делом, если бы не штрафные санкции, которые были приняты в связи с военной операцией, которая у нас проходит, ну и в связи с мобилизационными мероприятиями. Сейчас вам покажу табличку, где, ну, как бы, саккумулированы все штрафные санкции для наглядности, как было и как стало. То есть у нас, если компания не вела учет и как стало. То есть до 1 октября 2023 года были достаточно распространенные санкции от 1000 до 3000 на должностное лицо. А сама компания не штрафовалась, поскольку, ну, не было такого пристального внимания. Это если вы не представили списки сотрудников, которые должны были быть поставлены на учет. А с 1 октября 2023 года, то есть практически год назад, на должностное лицо штраф составил от 40 до 50 тысяч, а на компанию малого бизнеса 175-200. Но при этом вы должны еще доказать, что вы внесены в реестр малого предпринимательства. То есть доказать, что вы маленькие и безобидные. А вот уже средней или крупной компании в этом случае грозят штрафные санкции. 350 тысяч до 400 тысяч. То есть за то, что вы не предоставили списки своих сотрудников, соответственно, ваша компания, если она не относится к малому предпринимательству, рискует нарваться на штрафы 350-400 тысяч. И это все 21 статья Административного кодекса Российской Федерации. Обратите внимание на следующий пункт. То есть если мы не предоставили в инкомат или предоставили с опозданием необходимые сведения для воинского учета по вновь принятым сотрудникам, то, соответственно, у вас уже штрафы тоже повышаются до такого же уровня. На должностное лицо вы получаете штраф 40-50 тысяч. Ой, извините, перескочила. На компанию ответственность не предусмотрена, но это если мы просто опоздали. И самые большие штрафы у нас в случае, если мы подавали недостоверные сведения или не соответствовали сведения, которые мы подаем запросу военкомата, или допустили какое-то нарушение при подаче сведений. Значит, в этом случае у нас штрафные санкции были, как вы видите на экране, и они остались такие же, в таком же размере. И это у нас уже регулируется 19 статьей административного кодекса. А вот то, что новое, это то, что предприятие включилось в оборот, в документы оборот между военкоматом. То есть теперь предприятия пересылают повестки своим сотрудникам, которые получили из военкомата. Ну, соответственно, повестки и мобилизационные, и есть ли это вызов на сборы и так далее. То есть в этом случае вы видите, что до 2023 года штрафы были 1 тысяча до 3 тысячи, то есть от 1 тысячи до 3 тысячи на компанию ответственность не возлагалась, поскольку компания в таком документообороте не участвовала. А теперь на должностное лицо мы имеем штраф 40-50 тысяч, на компании малого бизнеса 175-200 и на крупную опять 350-400 тысяч. Но если у нас идет разговор о том, что мы не оповестили сотрудника о мобилизации, либо по каким-то причинам не предоставили ему возможность посетить сборный пункт, воинская часть, то есть если, например, на переподготовку человек призывается, то в этом случае штрафы уже выше. И, соответственно, на должностное лицо от 60 до 80 тысяч, на компанию малого предпринимательства 200-250 тысяч. И если вы не относитесь, не внесены в реестр МСП, то на вашу компанию штраф будет 40-400 до 500 тысяч. Но в этом случае вам нужно не только доказать, доказывать, что вы не виноваты, но и, собственно говоря, доказывать то, что вы оповестили сотрудника вовремя, вам потребуется уже свидетельство других сотрудников с указанием их должностей, фамилии, имя, отчество, то есть о том, что эти сотрудники были свидетелями того, как заинтересованное лицо получало от вас повестку, либо уклонялось от получения повестки. Ну, то есть уже не просто вы подошли к человеку и сказали, ну, на тебе бумажку, а это уже должно быть в присутствии свидетелей, и эти свидетели должны подтвердить факт, например, уклонения от вручения повестки. Только в этом случае вам надо избежать штрафных санкций вот в таком размере. 400-500 тысяч рублей. Ну, естественно, такие штрафные санкции, в общем-то, скажем так, вызвали сначала тихий шок, а потом, в общем-то, предприятия, которые не вели воинский учет, вынуждены были в пожарном порядке восстанавливать этот учет и делать соответствующие документы, которые необходимы для того, чтобы соответствовать всем требованиям, которые в настоящее время предъявляются. Кто проверяет на самом деле все соответствия воинского учета тем требованиям, которые к нему предъявляются сейчас? Проверять могут один раз в три года в организациях с численностью до 500 человек. То есть, если ваша компания работает до 500 человек, то у вас имеют право проверять как минимум один раз в три года. Ну, естественно, в этом случае проверку проводят сотрудники военкомата или Министерство обороны. Если ваша организация работает от 500 человек, то проверка должна проводиться ежегодно. Ну, естественно, как все проверки, они могут быть плановые. То есть, план проверок в военкомате утверждается на каждый год и могут быть внеплановые. Ну, например, по сигналу каких-то заинтересованных сотрудников или других контролирующих органов, которые обнаружили у вас, например, отсутствие этого учета. И, наконец, еще один момент, который, в общем-то, теоретически, так сказать, то есть, что нужно сделать, если вы обнаружили, что у вас не ведется или ведется не в надлежащем качестве военкомат. И в этом случае, что необходимо сделать предприятиям, поскольку это не налоговые органы, не фонды внебюджетные, то, соответственно, прежде чем бежать в военкомат, вы должны получить в администрации регистрационный номер. И уже затем в военкомат вы должны предоставить копию учредительных документов, карточку по вашей организации, приказ об организации военского учета и план работы по воинскому учету. Ну, копию учредительных документов, это как бы есть в открытом доступе, то есть, это не составляет труда. Карточка организации по форме 18, к сожалению, в военкомат должно быть предоставлено. Почему? К сожалению, потому что не получится просто делать приказ об организации воинского учета. планы, как будто бы на предприятии все хорошо. То есть, нужно сделать карточку и эту карточку зарегистрировать в военкомате. А приказ по организации воинского учета и план работы по воинскому учету вы уже можете сделать в 1С. В 1С достаточно комфортно эти документы составлены. И если вы не ленились и заполняли сведения об организации полностью, ничего не пропускают, то фактически эти документы сформируются автоматом. Сейчас мы перейдем к ним более плотно, посмотрим, что же это такое. То есть, если мы восстанавливаем, например, воинский учет или не восстанавливаем, а организуем заново, то, соответственно, у нас есть достаточно четкий алгоритм, что мы должны сделать. И особенно если учесть, что сейчас цифровой документооборот будет уже выводиться, то это нужно делать как можно быстрее. Ну, во-первых, нужно определить, кто будет вести воинский учет. Иногда в некоторых случаях это поручают вести кадровикам, потому что они в первую очередь имеют информацию о том, какие кадровые мероприятия происходят у сотрудников, то есть прием, увольнение, перемещение и так далее. Если же у вас уже крупное предприятие и больше, чем, например, 500 человек, то в этом случае, конечно, желательно, чтобы это был отдельный выделенный человек или даже два человека, которые будут отвечать за ведение воинского учета. У них должна быть выделена комната, потому что они имеют дело с персональными данными. И, соответственно, они должны соблюдать условия работы с персональными данными и обеспечить хранение и учет персональных данных в соответствии с политикой и с положениями об учете персональных данных. Второе, вы должны ознакомить их с тонкостями, какие соблюдать инструкции, какие требования и каких фискальных органов они должны соблюдать. То есть, понятное дело, что военкоматов, но кроме этого и, допустим, налоговых органов и так далее. То есть, соответственно, ознакомить их с приказами по военкоматам. Дело в том, что многие документы не унифицированы, имеется в виду, в военкоматах. И многие документы могут иметь территориальные какие-то утвержденные местными органами самоуправления бланки. То есть, конечно, надо изначально с военкоматами выяснить, какие у них действуют бланки, по какой форме они должны быть оформлены. И так далее. Ну и, соответственно, выясните, имеется ли у вас основание для бронирования каких-то сотрудников, ну, например, там IT-специалистов. И если бронирование для вас актуальная тема, то ввести, соответственно, учет по воинским специальностям, которые подлежат бронированию. И уже после того, как вот такая административная работа у вас проведена, вы можете приступать к работе в программе. Сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-базу. И вот на что посмотрим. Как я уже говорила, собственно говоря, и в программе ERP, конфигурации ERP, и в конфигурации зарплаты управления персоналом достаточно похожий, близкий функционал. Начнем мы с ERP, пожалуй. Так. И сейчас вот так вот подвинем, чтобы нам не мешалось. Для того, чтобы активизировать функцию воинского учета, нам необходимо зайти в раздел «Инсы» и «Администрирование». Мы заходим в этот раздел, и нас интересует раздел «Кадры». А в разделе «Кадры» как вы видите, достаточно много дополнительных настроек. Вот эти вот окошечки мы проставляем чекбокс, красивую зеленую галочку, в тех, которые подходят для нашей ситуации, естественно. Вот при работе с блоком «Инсы» и «Администрирование» самое важное – внимательно читать, что вы отмечаете. И после штатного расписания, после отпусков у нас с вами идет «Воинский учет». То есть, во-первых, мы должны проставить флажок, что «Воинский учет ведется», а второй флажок ставится в случае, если у нас есть основания для бронирования граждан. То есть, ведется учет бронирования на период мобилизации и военное время. Вот этот вот чекбокс, красивая зеленая галочка, добавляет нам один вид отчета, а вот этот чекбокс добавляет еще два вида отчета, которые мы должны сдавать для военкомата. Ну, соответственно, стоит посмотреть и остальные настройки, то есть, что вам подходит, и проставить отметочки в этом списке. После того, как мы проставили вот такие отметки, у нас в разделах, подразделах «Кадры и заработная плата» и в разделе «Учетная политика» у нас появляются разделы для ведения воинского учета. Ну, вот, например, посмотрим раздел «Организации». В «Организациях» мы выбираем любую организацию, без разницы. Значит, нас интересует закладочка «Учетная политика и налоги» и «Зарплата и кадры». Как вы видите, у нас здесь появился воинский учет и, соответственно, появилась вот такая гиперссылка. Значит, если мы переходим по этой гиперссылке, мы попадаем вот в такое диалоговое окно. Ну, во-первых, мы добавляем год, из которого у нас ведется учет, категория, соответственно, должности. Например, вот так. Сделаем. И устанавливаем год, с какого у нас... Ну, считаем, что мы с этого года ведем себя как зайки и соблюдаем все законодательные требования. И теперь по вот таким ссылкам формируются два документа. Во-первых, приказ об организации воинского учета. И, во-вторых, план работы по осуществлению воинского учета. Берем сначала план работы. Как вы видите, здесь есть отметочка для согласования с военкоматом. И есть вот такая отметочка «Утвердаю». Но поскольку я вела себя неорганизованно и при заполнении сведений про организацию я халтурила, то, соответственно, у меня вот здесь не проставлена информация, которая позволяет... Ну, то есть, которая позволяет подставлять должностные лица и мне придется ручками в режиме ручного редактирования эту информацию добавлять. При таком подходе мы все помним, что при режиме ручного редактирования, это вот такая пиктограммка, вот она у нас. Вот. Я могу включить этот режим. Ну, допустим, вот у меня будет Иванов Иванов Иванович. То есть, я заполню всю необходимую информацию, распечатаю все, что мне требуется. То есть, печатный документ я получу, но как только я закрою этот документ, то карета превратится в тыкву. Все мои исправления не сохранятся. Поэтому, конечно, лучше потратить 5 минут и вначале заполнить все сведения по организации. Сейчас мы с вами их посмотрим. Ай, вот так. Нет, не изменяли. Вот. То есть, соответственно, в этом случае все поля, которые у меня есть, которые касаются юридических адресов, регистрационных данных и так далее, учетной политики лучше заполнить все подробно без пропусков. Тогда при формировании вот такого документа у меня уже не надо будет ручное редактирование. Я четко знаю, что у меня уже не останется пустых, незаполненных полей. Такая же история у нас и в зарплате управления персоналом. Сейчас я перешла в демо-базу зарплаты управления персоналом. Здесь нас интересует меню настройка. Вот. И здесь у нас, соответственно, есть документы и по организации, и по кадровому учету. То есть, естественно, сначала я точно так же в зубе активирую дополнительную функцию по военному учету. Делается это точно так же, как и в ERP. То есть, вот он наш воинский учет. Вот я проставляю флажок для активации воинского учета. И вот я ставлю второй флажок для активации опции по учету бронирования граждан. Ну и, соответственно, сейчас мы это закроем, чтобы оно нам не мешалось. Вот. И, соответственно, при работе с карточкой организации, вот, допустим, у меня на закладочке сейчас вот так сделаем, у меня на закладочке учетная политика и другие настройки. Во-первых, я могу указать ответственные лица, то есть, ответственные за воинский учет. Я указывала конкретного сотрудника, конкретную жертву, ответственные за воинский учет. И в этом случае у меня полностью формируется вся документация с подписями ответственных лиц. Только надо помнить, что если у вас уже работает электронный документооборот, допустим, с военным комиссариатом, то, возможно, вам потребуется сделать на этого сотрудника квалифицированную подпись или машинно-нечитаемую доверенность в зависимости от того, какие требования предъявляются к документообороту у вас конкретно. То есть, для данного сотрудника требуется изобразить, подтвердить его полномочия для работы с воинским учетом. Так, вот так мы делаем. то есть, это на закладке организации, карточка организации, мы, соответственно, заполняем учетная политика и другие ответственные лица, и воинский учет выглядит это диалоговое окно так же, как в ЕРП. То есть, мы точно так же добавляем год, добавляем план работы по осуществлению воинского учета, и после этого вводим этот план приказом, ну, то есть, по аналогии с учетной политикой, которую мы вводим в действие приказом. Таким же приказом мы вот переходим на этот, по этой гиперссылке и получаем сформированный уже приказ. вот видите, поскольку демо-база у нас как бы не заполнена со всей стороны, то у меня, конечно, есть вот такие пропуски, и я должна буду в ручном редактировании сюда дополнить информацию. и этот приказ у меня назначает ответственное лицо, которое будет отвечать за учетную политику и за воинский учет на моем предприятии и контактировать с военкоматом. Здесь хочу сказать вот еще какой момент. То есть в определенном случае, если у вас небольшое количество сотрудников, как мы уже говорили, у вас может вести кадровый сотрудник и вести воинский учет. Почему? Потому что по кадровым мероприятиям сдается отчетность ЕФС-1, то есть этот сотрудник подает сведения в пенсионный фонд, бывший пенсионный фонд, сейчас социальный фонд России и подается отчет ЕФС-1 в течение следующего рабочего дня после проведения кадрового мероприятия. То есть что такое кадровое мероприятие? Это у нас прием, увольнение, перемещение сотрудников. Этот отчет подается на следующий день, а в течение пяти дней мы должны подать сведения в военкомат. Фактически это однотипная информация, просто некоторые другие формы. И, соответственно, в этом случае логично, чтобы кадровый работник подавал такую информацию в военкомат. Раньше сроки были немножко больше, раньше военкомат подавали в течение двух недель, но практически в прошлом году были эти сроки изменены, и мы теперь подаем сведения в течение пяти рабочих дней, которые у нас есть для подготовки данных для военкомата. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. Так. И вот что с вами посмотрим. На самом деле вот это слайдик того, что мы с вами уже видели, то есть это отметочки, которые ставятся чекбоксы при работе через НСИ или через настройки в ЗУПе, и которые активируют ведение кадрового, ведение воинского учета. И точно такой же, вот мы с вами уже тоже его смотрели, настройка ответственных лиц, на которые возлагается ведение воинского учета, то есть это как вы видите руководитель кадровой службы и ответственные заведения военного учета. Найти его мы можем это в ЗУПе, например, через меню настройки, организация, учетная политика, и у нас здесь с вами есть и ответственные лица, и пункт ведения воинского учета, то есть два пункта на этой закладочке. Ну и это как мы с вами смотрели через НСИ и администрирование, то есть в разделе кадров мы тоже проставляем вот эти галочки по ведению воинского учета и соответственно уже потом переходим в меню кадры и заполняем информацию про воинский учет. Сейчас еще раз переключимся на демо-базу и здесь посмотрим вот какой момент. Так, это нам пока можно закрыть. Вот так. Посмотрим демо-базу. Значит, после того, как мы включили активацию режима воинского учета через раздел НСИ и администрирование, мы с вами сходим в подраздел кадры и в подраздел зарплата. То есть в подразделе кадры, как вы видите, вот он у нас появился, раздел воинский учет, и здесь документы, листки сообщений об изменениях, сведения о приеме, переводе и увольнении для военкомата и сверка карточек воинского учета. То есть вот это основные документы, которые используются для военкоматов. Обратите внимание на меню сверка карточек воинского учета. Если мы проваливаемся по этому пункту, вот так сделаем, то, соответственно, нам доступна сверка. во-первых, с военным комиссариатом, а во-вторых, с его документами. То есть возможно, вы нашли какие-то расхождения и у вас допустим, что-то не совпадает. То есть соответственно, ну, выберем сверку с военкоматом, выберем организацию, которую мы хотим проверить. Пусть будет вот так вот. то есть как минимум один раз в год необходимо проводить сверку с военным комиссариатом. То есть для того, чтобы исключить расхождение в сведениях какой-то другой информации. То есть если вы все кадровые документы своевременно заполняли, например, об изменении фамилии, имени, отчества, ну, какие-то другие данные, данные о семейном положении, то соответственно эта информация должна быть продублирована и в воинский комиссариат, и в ваших сведениях должно быть указано это изменение. Так, нет, нам это не нужно. И сведения о по воинскому учету у нас с вами есть в вот сейчас подвинем, у нас с вами есть в сведениях о наших сотрудниках, ну, вот, например, возьмем физические лица, это справочник физических лиц, который у нас есть, и справочник сотрудников, то есть справочник сотрудников, ну, например, Новикова посмотрим с вами, так, подвинем, вот здесь есть линейка гиперссылок, то есть это переход из карточки сотрудника по разным сведениям, которые содержатся об этом сотруднике, и здесь у нас есть гиперссылка воинский учет, то есть мы заносим его паспортные данные, фамилия, имя, отчество, то есть все сведения, которые у нас есть про данного человека, и сведения про воинский учет, как вы видите, у меня здесь единственно чисто, то есть если будем считать, что я вела учет, то вела я его безобразно, поэтому чтобы не создавать себе лишнюю работу, как я уже говорила, должны быть заполнены все данные, которые имеются по воинскому учету, ну, во-первых, отношение к воинской обязанности, призывник, военнослужащие, чем они отличаются, мы уже с вами поговорили в начале, не военно обязаны, но в основном это женщины, которые не имеют воинских специальностей, данные военного билета, обратите внимание, что здесь важна категория запасов, то есть мы выбираем здесь, здесь не надо фантазировать, здесь практически все справочники вшиты, справочники и классификаторы, которыми мы пользуемся, соответственно, первая либо вторая категория запасов, мы тоже об этом поговорили, и годен или не годен к воинской службе, и сведения про ваш военкомат, то есть где он стоит, в каком воинском комиссариате, ну и остальные сведения здесь либо по гиперссылке перехода, либо вы заполняете, выбираете из классификаторов и уже соответственно дальше заполняете информацию. Так, это мы пока закроем. Воинский учет и соответственно, кроме этого по пункту образования, если человек, например, с военной кафедрой обучался, когда в высшем учебном заведении была военная кафедра, то это все желательно занести при приеме на работу. То есть сейчас, чтобы восстановить, если предполагать, что вы не вели до сих пор воинский учет, то для того, чтобы восстановить воинский учет, вам надо, во-первых, подать сведения в военный комиссариат, соответственно, подготовить, как мы уже говорили, сведения по учредительным документам, положение о воинском учете и приказ о том, что назначен ответственный человек и о том, что приказ по введению воинского учета вводится в действие с 1 января. Теперь мы с вами снова перейдем к нашим слайдикам. так и еще раз хочу как бы сведения о сотруднике привлечь ваше внимание к воинскому учету. То есть, то, что мы с вами только что посмотрели в разделе воинский учет, мы должны заполнить все данные о сотруднике и после этого мы уже можем спать спокойно, что у нас воинский учет действительно ведется и действительно мы готовы к проверкам и что штрафы 400 и 500 тысяч нам уже не грозят в случае чего. А теперь, к сожалению, наше время с вами подходит к концу. Я снова хочу вернуться на наш титульный лист, на наши контактные данные и обратить ваше внимание на них и пригласить к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Мы ведем весь спектр работ в отношении программ 1С, то есть и продажа, и настройка, и конфигурирование, и доработка программ. И будем очень рады, если наш опыт окажется вам полезным. А на этом разрешите попрощаться. Всего доброго. Обращайтесь к нам любым удобным для вас способом. Телефон, телеграм-контакты, сайт. Мы будем очень рады. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова